Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео пустые баночки ухода и косметики за июль. Использовали, как обычно, несколько бутылочек ополаскивателя в Терадент. Мне он очень нравится. Он мягкий, приятный, хорошо освежает полость рта и стоит очень бюджетно. Паста, на удивление, не закончилась ни одна, но, видимо, потому что у нас одновременно открыто сразу несколько тюбиков. Поэтому давайте сразу перейдем к средствам для волос. Как всегда, раз в месяц я подкрашивала волосы краской Кастинг. В этот раз выбрала в оттенке 100 черная ваниль. Этот оттенок на полтона на тон темнее, чем мой собственный. И что мне еще нравится в этой краске? Мои натуральные волосы довольно тусклые после окрашивания. Они недели две выглядят более красивыми, более блестящими. Ну и цвет мне больше нравится, чем свой собственный. Мне кажется, эта краска не так уж вредит волосам, так как она щадящая, безымячная. Поэтому мне очень-очень нравится. Практически закончилась у меня маска от Ифраше. Это маска восстанавливающая. Она подходит для сухих, для непослушных, вьющихся волос. На мои длинные волосы осталось, ну, наверное, на одно, максимум на два применения. Как вы видите, маска очень густая. Она прекрасно на волосы наносится, хорошо распределяется, просто скользит по волосам. Я оставляю минут на 5-6. За это время она полностью успевает как-то вся впитаться. Но после нее волосы более гладкие, более красивые, более такие струящиеся. Мне эффект очень нравится. Именно вот эту маску восстанавливающую я покупаю уже не первый раз. Единственный минус могу отметить, это не бюджетная цена, без каких-либо скидок. Она стоит уже рублей, по-моему, 530 за 150 мл. Мне на длинные волосы 150 мл хватает ненадолго. Практически закончился, тоже, наверное, осталось на одно применение. Бальзам-ополаскиватель от марки Свобода для всех типов волос. Это, наоборот, уже супер бюджетное средство. Стоило 40 с чем-то рублей за 85 мл. Бальзам хороший. Все функции обычного бальзама-ополаскивателя он выполняет. У него, кстати, очень еще такой приятный травянистый аромат. И такую малышку удобно, кстати, взять с собой, например, в отпуск. Продуктом я осталась довольна. Закончился у меня такой небольшой флакончик, бутылочка. Это натуральное кокосовое масло производства Индия. Мне масло понравилось. Я использовала его в разных вариантах. Я наносила на волосы до мытья головы где-то минут за 30-40, если удавалось, за час. Я наносила в небольшом количестве на уже вымытые и подсушенные полотенцем волосы. И также часто использовала в качестве такого лосьона после душа. На влажную кожу наносила это масло. И только потом аккуратно, так слегка промакивала кожу полотенцем. Осталась довольна. Стоила недорого. Покупала, по-моему, на сайте Wildberries. Давайте посмотрим, что я использовала для тела и в душе. Закончилась у меня бутылочка средства для интимной гигиены от марки Перфекта. Я его приобретаю в магазинах Подружка. Стоит оно недорого. Представлено в нескольких вариантах. Разного цвета идет упаковка. Ну, вернее, вот эти полоски на белой упаковке. Мне кажется, я перепробовала уже все. Не могу выделить какой-то из них. Все мне нравятся в этой линейке. Прекрасно очищают, не вызывают какого-то дискомфорта. Поэтому я думаю, что буду обязательно покупать их в дальнейшем. Закончился у меня супербюджетный продукт. Покупала в Магнит Косметик рублей, по-моему, за 40. Это соль с пеной для ванн. Морская с растительными экстрактами. Никакой пены эта соль не давала. Но как соль мне понравилась. Она очень быстро растворялась. Растворялась легкий, такой приятный, не очень химозный аромат ромашки. Немного окрашивала воду в желтый цвет, но при этом на стенках ванны потом никакого налета не оставалось. Что иногда бывает от каких-то таких совершенно химических вариантов соли. Несколько раз использовала также и для ножных ванночек, перед тем, как делать педикюр. В общем-то, мне понравилось. Очень даже неплохой бюджетный вариант. Закончился, наверное, один из моих самых любимых гелей для душа. Это бразильский кофе от Ифраше. Пару раз в год я обязательно этот гель покупаю. Он мне очень нравится по аромату. Для меня это аромат кофе с молоком. Прекрасно кожу очищает, поскольку у него кремовая консистенция, он кожу не подсушивает. Ну, конечно, круглый год таким пользоваться не будешь. Он просто надоест. Но несколько раз в год, повторяю, с удовольствием. И использовала я гель для душа. Вот такую малышку 100 мл. Витамины для кожи от Кафе Мими. Гель мне понравился. Он был кремовой консистенцией. Кожу хорошо очищал, не подсушивал. Очень приятный, нежный аромат. Он некоторое время еще оставался на коже. Единственный минус. Это, во-первых, очень маленький объем 100 мл. Наверное, такой в поездку будет куда-то удобно взять. И мне не очень, честно говоря, нравится вот эта мягкая упаковка. Мне не очень удобно ей пользоваться. Поэтому, наверное, для меня все-таки лучший вариант это переплатить производителю, не знаю, там 20-30-40 рублей. Но все-таки купить гель вот в такой, в обычной емкости. Мягкая упаковка не совсем для меня. Так, давайте перейдем к тюбикам для ног. Закончился у меня троксерутин. Тонизирующий, охлаждающий гель для ног. Покупаю за 50 рублей в магазине FixPrice. Прекрасный вариант, особенно на летний период. Я наношу в основном даже не на стопы, я наношу на голени, на икры, вернее. Да, на икры ног. Снимает, как-то разгружает после длительных каких-то пеших прогулок. Ну и просто после тяжелого какого-то трудового дня, когда много времени провожу на ногах. Приятно охлаждающий эффект. Ну, в общем-то, он мне нравится. Свои 50 рублей он совершенно точно оправдывает. И у меня есть такой еще в запасе. Обязательно использую, причем с удовольствием. Практически закончился крем для ног смягчающий. От 100 рецептов красоты. Знаменитый на ютюбе крем с экстрактом золотистой тыквы и кукурузным маслом. Он действительно стопы только смягчает, увлажняет, не более. Но летом им приятно пользоваться. Он приятного такого оранжевого цвета. У него чудесный совершенно аромат. Он моментально впитывается. Поэтому его можно нанести и утром после душа. Он быстро впитается. Ну, и вечером, также после душа или ванны, очень приятно им воспользоваться. Но если у вас проблемные пятки, он вам, скорее всего, не понравится. Целых три крема для рук у меня закончилось. Давайте всю эту батарею сюда выставим. Первый – это очень питательный, насыщенный крем для рук семиактивных масел от 100 рецептов красоты. Он был густой. Он прекрасно питал кожу. Он мог оставлять небольшую маслянистую жирную пленку, но буквально на 2-3 минуты потом она пропадала. Если у вас сухая кожа рук, как у меня, им можно пользоваться и в течение дня, и на ночь с удовольствием. Если кожа не сухая, наверное, он подойдет только на вечернее, такое ночное использование, да, в качестве, может быть, даже маски для рук. Второй крем наилегчайший – марка Дерманико. 75 мл обошлись мне что-то около 30 рублей. Он очень жидкий. Он моментально в кожу впитывается. Дает совершенно небольшое, но, в принципе, и неплохое увлажнение. Чем он мне нравится? Поскольку он достаточно жидкий, у него небольшой объем – 75 мл. Если вы летом едете куда-то, скажем, на 3-5 дней, вы можете взять вот такую малышку и использовать в качестве лосьона для тела. И практически уже закончился крем для рук, который, наверное, из этой троицы стал моим фаворитом. Это от марки Свобода с миндальным маслом и депантенолом – экстрактом лимона. У него самый приятный из всех трех аромат – нежнейший какой-то аромат лимона с сахаром. Он моментально впитывается. Он дает просто отличное увлажнение, причем на длительное время. Поэтому вот этот вот я буду повторять совершенно точно. Давайте перейдем к продуктам для лица. Их совсем немного у меня закончилось. Закончился крем от Эсфолио, кокосовый, крем для области вокруг глаз. Этот крем в огромном объеме 40 мл. Мне его хватает на 6-7 месяцев. Потом покупаю следующий. Вот этот закончился и точно такой же пошел у меня в использование. Я пользуюсь им круглый год. Он для меня идеально подходит и на зимний, и на летний период. Он моментально впитывается, прекрасно кожу увлажняет. Он не уберет какие-то морщинки, темные круги. Это просто обычный, очень качественный, хороший увлажняющий крем. Но меня он устраивает, поэтому пользуюсь. Использовала довольно много вот таких пакетиков. В каждом идет одна пара увлажняющих патчей под глаза. Патчей китайского производства от марки Pilaten. Я заказываю обычно на Алиэкспресс. Одна упаковочка мне обходится порядка 25 рублей. Прекрасные увлажняющие свойства. Ну, тоже кроме увлажнения, в общем-то, они ничего не дают. Но увлажняют на пятерку. Поэтому пользуюсь с огромным удовольствием. Использовала я в июле, наверное, три маски для лица. Но вот забывала оставлять упаковки. Оставила только от одной. Ну, в принципе, я использовала, наверное, две вот такие. Это маска от Farmstay с лошадиным жиром. Одна из моих самых любимых. Вообще все маски с лошадиным жиром от любых производителей. Они мне прекрасно подходят. Они прекрасно подходят для сухой кожи. Дают просто шикарное увлажнение, смягчение. Поэтому пользовалась и буду пользоваться. Вот эта от Farmstay. Она еще и очень бюджетная. На зоне бывает по распродаже рублей за 45-50. При этом она действительно работает. Закончился у меня один бальзам для губ. Вернее, это обычная простейшая гигиеническая помада. Это пантенол от марки Эва. В магазинах она стоит от 30 до 40 рублей. Она неплохая. Она действительно губы напитывает. Если нанести очень таким толстым, густым слой, может оставлять какую-то жирность на некоторое время. Единственный минус хочу отметить. У меня она подтаивала при температуре даже выше где-то, наверное, 23-24-25 градусов. То есть, да, когда в Москве было плюс 12-13, она была в нормальном состоянии. Как только температура переваливала за 23-24, она сразу подтаивала. Ей было не очень приятно пользоваться. Поэтому вот такой минус в ней есть. Поэтому даже не знаю, рекомендовать ли вам ее на летний период. В остальные сезоны отличная. И второй продукт по уходу за губами. Наверное, очень много о нем рассказывать не буду. Это масло для губ от Vivienne Sabo. Была это, видимо, какая-то лимитированная коллекция. Масло имело легкий оттенок. Видите, такой розоватый. На губах никакого оттенка не было. Фактически просто прозрачное масло. Это именно уходовый продукт. Губы просто шикарно напитывала и смягчала. Я наносила ежедневно на ночь. Флакончик здесь крохотный. По-моему, здесь то ли 3, то ли 6 мл. Ну вот сейчас не найду. 3 мл всего, да. В общем, крохотный объем. Мне хватило, наверное, чуть больше, чем на месяц. К сожалению, в продаже больше нет. Иначе с удовольствием бы повторила. Отправила в пустые баночки гель для бровей и ресниц от Essence. Хотя, как вы видите, осталось еще половина. Я этот гель использую исключительно для укладки бровей. Пользуюсь им обычно 2-2,5-3 месяца. Потом он превращается, как вы видите, в такую какую-то густую белую массу. Он уже плохо наносится. Он может оставлять на бровях такой белесый налет. Поэтому я просто выкидываю и покупаю новый. Сам же продукт мне нравится. И практически закончилось. Осталось, вот видите, просто на дне. Это дешевейшая, наидешевейшая туалетная вода. Моноаромат зеленый чай. Такие водички продаются в магазине Магнит Косметик. Стоят что-то около 200 рублей. Объем здесь 30 миллилитров. Я их в свое время протестировала все. Мне не понравилась ни одна, кроме этой зеленый чай. У всех остальных, мне кажется, какие-то химозные, неприятные, такие наидешевейшие ароматы. Аромат этой мне понравился. Но это такой для меня лично одноразовый вариант. Вот один раз купить, попользоваться. Повторять, конечно, не буду. При всей моей любви к дешевым уходовым средствам парфюм все-таки я покупаю достаточно дорогой. Такие дешевые ароматы, так, знаете, проходные варианты. Понравилось, купила. Ну вот такие пустые баночки скопились у меня за июль месяц. Их оказалось для меня достаточно немного. Но некоторые баночки еще заканчиваются. Покажу их уже, соответственно, в августе. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем отличного настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok